Возрастной разбег от 5 до 89 лет. Минимум по 4 человека в команде, которые должны представить 3 поколения одной семьи. На первом этапе конкурса участники выполняли дистанционные задания. Главное условие – петь, готовить, делать добрые дела или заниматься спортом только все вместе. Во-первых, объявлен год семьи. Это, наверное, самое важное, что есть. И самое важное, что нам нужно помнить и воспитывать в себе и в каждом из членов своей семьи те самые семейные ценности, традиционные, которые должны быть. И, безусловно, молодежь, когда на все это смотрит, на самом деле даже организаторы все, все, кто работает на площадке, все, смотря на то, что происходит на конкурсе, на вот эти семьи дружные, интересные, они прикольные все очень. Все начинают говорить о том, что, правда, очень круто было бы быть вот такими. И поэтому, мне кажется, что это очень важная такая история – посмотреть, взять пример и, наверное, у себя это вдохновить, внедрить и с этим дальше работать. В течение трех дней семьям, которые съехались на полуфинал со всего Дальнего Востока, предстояло уже на равных условиях состязаться в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах, в том числе на знании истории и культуры родных регионов. Вообще все безумные в нашей семье идеи исходят от меня. Решили принять участие, чтобы провести вместе время с семьей. Мы вообще тут практически все педагоги, педагогическая династия, нам максимально некогда проводить время с родными, а здесь общение, атмосфера, уютно и самое главное – находиться вместе. По результатам, еще одна династия педагогов из Могойтуи оказалась не только интеллектуально подкована, но еще и творчески заряжена на успех. Двигатель всего прогресса, двигатель всей нашей семьи – это наша бабушка, мама Валентина Валданжаповна. Участие в конкурсе – это ее инициатива. Она нас подвигла, подняла, замотивировала, и мы все с радостью согласились. Знания, спорт, творчество – это у нас семейные! Еще одни финалисты из Забайкальского края изначально ехали только за победой. Их активности можно не только позавидовать, но и использовать как инструкцию к действию уже этим летом. Долго ждали объявления нашей фамилии, уже такие сомнения были, но когда назвали, мы с такими эмоциями выбежали на сцену. Семья у нас большая, 15 человек. Мы всегда выезжаем летом на наше озеро, там делаем шашлыки, костер, палатки, ходим на рыбалку, ездим, собираем землянику – это наша любимая ягода в Чите. Завершающий этап конкурса «Это у нас семейные» состоится в Москве с 5 по 8 июля. 300 семей финалистов получат путевки для совместного путешествия, ну а победители, а это будет сразу 30 семейных команд, ждут сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. КОНЕЦ